здравствуйте мои дорогие друзья здравствуйте дорогие подписчики гости канала постоянные зрители рада вас приветствовать на нашем канале vita virtus огромное вам спасибо за ваши лайки за ваши комментарии за ваши сообщения за вашу обратную связь все прочитываю отмечаю сегодня нас будет расклад на полюбившийся вам тоже колоде царь сделаем такой расклад каким будет его следующий шаг в принципе этот расклад на тему его действия тут больше посмотрим каким следующий шаг то есть посмотрим исходящую ситуацию исходную ситуацию что сейчас не следует ему делать что нужно делать как как а что он будет делать на самом деле и к чему вообще приведет его шаг как обычно будет 5 вариантов и 5 если вам нужно время ставьте на паузу под видео есть тайм-код которым можно воспользоваться нажав на голубенькую цифру к вы можете сразу автоматически промотать видео до нужного варианта и так первый вариант какая у вас там исходная ситуация что у вас произошло что у вас данный момент хорошая карта если вы в ссоре она всегда говорит о том что такая ситуация когда вам мироздание дает возможность вернуться в прошлое и все изменить карта крупных перемен жизни у вас вашего партнера загаданного человека но это всегда перемены к лучшему то есть называется там за вас уже все решили осталось только это принять либо понять что нужно делать очень хорошая карта карта сигнификатор хороших отношений карта сигнификатором союзов что нас учетом происходит все ждут отшельник все пытаются принять какое-то мудрое решение каждый по отдельности неважно тоже каких-то в отношениях это одиночество все чего-то ждут пытаются понять куда дальше идти либо как ожидание каких-то определенных событий которые к чему-то приведут либо которые подведут к чему-то чтобы было понятно куда дальше двигаться но однозначно это переломный момент жизни судьбоносно это карта судьбы карта судьбы карта кармы карта кармического урока их серьезных перемен в жизни ваших отношениях как правило тоже является таким сигнификатором переломного момента ваших отношениях что ему сейчас не следует делать что-то разрушать ему не следует допустим если есть какие-то дружеские отношения либо вы находитесь пока в настоящем дружеских отношениях или семейных отношениях здесь как семья основанная на дружбе хорошее сочетание и даже сначала подумал что здесь нельзя разрушать свое счастье нельзя отказываться от своего счастья нельзя что-то рушить если стоит вопрос о разводе то данный момент желательно тоже этого не делать если это ваше отношение да у меня что-то имеется ввиду ваши отношения ваша дружба ваши отношения ваше счастье ваше солнце не следует пока это разрушать что важно что что сейчас очень важно чем вот это сейчас не важно вопрос даже того давать так если у вас была поставлена точка до в какой-то момент то это тоже сейчас не важно потому что это такая такая позиция что не нужно делать его что сейчас не важно поэтому если был какой-то разрыв разрыв развод расход . поставлена это сейчас не важно либо этого не следует делать что сейчас очень важны что нужно делать здесь нужно писать императрица писать женщине императрица это женщина выше по статусу либо женщина мать Либо женщина-жена, либо женщина старше по возрасту, старше по статусу, либо жена. Поэтому что сейчас нужно делать? Здесь нужно налаживать отношения с женщиной. Здесь нужно писать, здесь нужно делать какие-то шаги, вкладываться, подстраиваться под ситуацию. Потому что за императрицей стоит стабильность. За императрицей стоит стабильность, которую дает загаданному человеку эта императрица. Либо делать какое-то предложение, которое будет выгодно женщине. Либо делать какое-то предложение, на которое женщина согласится, потому что здесь императрица будет хотеть какую-то стабильность. Она готова подстраиваться. Она даже готова как-то пересмотреть, возможно, даже эту башню, этот разрыв. Но вообще, что нужно делать? Здесь нужно налаживать контакты с женщиной. Как загаданный человек будет действовать? Будет писать. Писать, пропадать. Не совсем действие. Здесь, да, победа любой ценой. Но как-то не решился он еще. В ближайшее время здесь будет пауза. Он молчит намеренно. Но писать он будет. Очень редко как-то начнет писать. Потом чаще, чаще, чаще. Вот он что-то, знаешь, как закидывает удочку. Он напишет что-то и пропадает. И смотрит на вашу реакцию, что будет дальше. До ноября здесь качели. До ноября месяца. Даже, может быть, до начала декабря есть непонятная ситуация. Но здесь к чему все это приведет, вот этот шаг, или к чему он хочет, чтобы привел этот шаг. Здесь семья. Семья по звезде — это как план на семью. Не могу сказать, что из этого получится семья. Но у человека, Павел Павел Павел, для чего он это делает? Для того, чтобы с вами как-то связать себя. Для того, чтобы с вами либо войти в какие-то отношения более серьезные. Потому что звезда — это планы. Да, они, как правило, сбываются. Они, как правило, исполняются. Но это надежда и планы на семью с вами. Не действия, а вот, по крайней мере, человек... Ну, и здесь карта семейная, поэтому я трактую, как у человека появятся планы. Ему нужно выждать. Дайте ему паузу, дайте ему возможность подумать. Потому что, в принципе, изменения потом будут к лучшему. В ближайшее время будут писать, будут узнавать что-то, будут пробивать информацию. Но для чего он это делает? Для того, чтобы перейти во что-то серьезное. Второй вариант. Очень похоже с первым. Колесо фортуны. Переломный момент в ваших отношениях. Здесь сейчас все меняется. Здесь сейчас с точностью наоборот. Можете вернуться в прошлое. Можете вернуться, то есть пойти в будущее. Но такая ситуация, что от любого действия загаданного человека меняется ситуация на 180 градусов. Карта хорошая. Это тоже карта судьбы, это карта удачи. Но в отличие от Божьего суда, заслуженного кармического урока, либо прохождения какого-то опыта, колесо фортуны, оно как стечение обстоятельств. Здесь что-то должно произойти независимо от вас. Потому что колесо фортуны – это удача, это стечение обстоятельств. Это что-то такое, шанс какой-то, который, в принципе, от вас не зависит. И это может даже произойти без вашего участия. То есть тот случай, когда мужчина вообще может не действовать, либо он ждёт какого-то шанса, что вот как-то чудесным образом что-то таким образом сложится, что раз, и ему даже делать ничего не придётся. Но по колесо фортуну так часто и происходит. Может быть, сигнификаторно того, что у вас сейчас в данный момент в отношениях качели. Колесо фортуны – то мы дружим, то мы не дружим, то мы живём, то мы не живём, то мы встречаемся, то мы не встречаемся, никто ничего не знает. И реально все живут, надеются на какие-то обстоятельства. Вот как получится. Что у вас там ещё происходит? Возможно, на расстоянии находитесь. Второй вариант. Здесь очень высокая вероятность, что есть любовный треугольник. Но может быть из-за этого. Либо просто, если не любовный треугольник, то есть какая-то проблема – разбитое сердце, подозрение, ревность, неравноценный обмен. Либо расстройство, обида из-за того, что загаданный человек полноценно на равных не вкладывается в эти отношения. Но между вами расстояние. Между вами сейчас либо пауза, либо расстояние. Однозначно вы сейчас не рядом. Что сейчас не важно, что не следует загадному человеку делать. Но на самом деле ему как бы и не надо мечтать о чём-то в данный момент. Мечтать, думать, планировать. Потому что по колесу фортуны всё равно получится так, как получится. Вот исходя из его… У него был какой-то план загаданного человека. Вот он сейчас не важен. Он как-то планирует долгосрочный. Он как-то откладывал всё, но потом и думал, вот потом я буду действовать. Почему? Потому что очень много страхов, очень много иллюзий, очень много переживаний. Вот бесполезен этот план. Можно его не воплощать в жизнь, потому что он уже не работает. Он уже не актуален. Что сейчас очень важно? Так, что сейчас очень важно? Во-первых, если мужчина женат, ну если человек загаданно женат, здесь нужно посмотреть, проверить его на какое-то магическое воздействие. Потому что если мужчина муж, то здесь есть какое-то влияние. Плюс очень важна ревность. Если у вас кто-то появился, то мужчина будет сейчас очень ревновать. И у него этот вопрос намного сейчас важнее того, что он даже важнее тех планов на будущее, которые он строил. Либо ещё, может быть, что важно? Он тебе больше как ревность, так к своей любовности, к тайной жреце. Потому что она сейчас, скорее всего, находится с другим мужчиной, либо у неё появился контингент на роль мужа. Либо по-другому сказать, сейчас важно то, что загаданный человек вас очень безумно ревнует к тайному мужу. Потому что человек идёт не любовником, человек идёт мужем. Но как-то в тайном, не совсем открытом. Либо просто важно пересмотреть дьявол от какое-то воздействие. Может проиграться ревность, а может проигрываться какое-то воздействие. Потому что с тайной жрицей какое-то влияние на мужчину. Как он будет действовать? Так, второй вариант. Мужчина идёт в тоску. Не будет он никак действовать. Выпал король кубков. Мужчина, идущий к вам с любовью, либо король водного знака зодиака. Но на вопрос, как он будет действовать, он зависнет. Он действительно зависнет. До конца осени это точно. Уйдёт в меланхолию, уйдёт в тоску, в печаль, в грусть. Будет страдать, будет переживать. Здесь страдает, ревнует вас другому мужчине. Сам ещё придумывал ещё больше, чем там есть на самом деле. Но действий здесь не будет по-повешенному. Здесь слишком много нужно принести в жертву. Видимо, он не готов это делать. Пока. Поэтому действий я не вижу. Уйдёт в себя, уйдёт в тоску, закроется, будет реже появляться. Уйдёт, называется, в свой внутренний мир. К чему это всё приведёт? К тому, что это окончательно всё может разрушиться. С ума сойти. Если бы женщина станет чьей-то женой, ну, здесь по двоякам можно прочитать. Здесь как-то трансформация в вашню. Женщина точно изменилась. Женщина в этом втором варианте точно изменилась. Какое-то время, конечно, женщина ещё подождёт. Но здесь как предложение уже, возможно, есть другого человека, потому что как император, императрица. Либо, если у вас четырёхугольник, женщина заинтересована в мужчине, в своём бывшем муже. Либо в будущем муже. Но не в этом человеке, на которого вы смотрите. К чему это приведёт? Да, женщина какое-то время подождёт. Если он за это время успеет стать отшельником, успеет стать одиноким, что-то ей предложить серьёзное, то, возможно, у них что-то получится. Но это долгоиграющая история, на самом деле. Тут ещё будет возвращение через какой-то период времени. Но по второму варианту, здесь женщина либо хочет вернуться, если был муж, к мужу, либо есть уже контингент, претендент. Есть ещё претендент на роль мужа. Третий вариант. Так, что у нас здесь? В настоящий момент переписка, отношения по переписке, здесь больше переписки со звонов общения по телефону, чем реальных свиданий. И мы давно не виделись. Но контакты есть, здесь нет ни разрывов, ни пауз, ничего. И здесь в данный момент будет сейчас всё очень быстро развиваться. Потому что это карта скорости, это карта стрелы любви. Если это новое знакомство, то человек сейчас очень в этом заинтересован, пылает страстью, пылает у него интерес к вам. Если давнее знакомство, то говорит о том, что отношения держатся в основном на звонках, на переписке, на бесконтактном участии партнёра в вашей жизни. Если новое знакомство, то это сигнификатор заинтересованности. Вспышки страсти, стрелы любви по-другому. Давайте уточню ещё, что ещё там у вас происходит. Здесь больше проигрывается не новое знакомство, здесь больше проигрывается как остывание страсти. Здесь карта силы, страсти желания, и смерть как охлаждение, и плюс ревность. Здесь женщина охлад... Больше похоже, что женщина начинает охладевать к этому мужчине, а у него прям вот вспышки страсти, а женщина холодна. Либо наоборот, вас интересует то, что здесь как бы новое знакомство, должна быть какая-то мощная энергия, страсть, переписка, желание быть постоянно рядом. А здесь как страсть пошла на обу. Здесь охлаждение страсти. Непонятная ситуация, всё это вас раздражает, из-за этого могут быть скандалы, из-за этого могут быть ревности. А может ещё проигрываться просто как... Не обязательно скандалы, это просто может быть как ревность. Но тоже между ними смерть можно даже трактовать по-другому, что у человека были вспышки, у человека была страсть, у человека была ревность, а сейчас как-то он ушёл с себя, и вам тоже это непонятно. Вы не понимаете, какой будет следующий шаг, потому что человек как подостыл. Здесь не могу сказать, что в отношениях трансформации. Здесь трансформация больше идёт от женщины, как женщина уже не заинтересована, она не хочет вкладываться, не хочет тратить свою энергию на этого мужчину. Это раз. И плюс страсть пошла на убыт. Так, что в данный момент не важно, что не следует делать. Да, карта паузы и карта скорости. В принципе, если у человека не следует делать, эта карта здесь будет как сексуальная. Здесь желательно не... Вот пока страсти нет, пока у человека угасание, желательно не встречаться. Карта свидания, карта евнуха, отсутствие секса плюс смерти, это вообще ничего не хочет. А здесь получается повешенный, ну, в такой интерпретации, у человека пониженная либидо, либо пониженная, нет страсти, не хочет ничего, не пылает совершенно страстью, страдает, переживает. В данный момент не стоит встречаться, может, правда, держите всё это на созвонах, на звонках, на переписке, потому что, ну, вот не победитель, он сейчас не герой. И приехать он тоже не может, и в принципе это не нужно. Тут можно интерпретировать, как дороги закрыты. Поэтому сейчас это не важно, приезд не важен, встречи сексуальные не важны, и вообще тема секса тоже сейчас не важна, это сейчас не самое главное в ваших отношениях. Что сейчас важно, и что он должен делать? Он должен приехать немножко попозже. Либо приехать, либо свидание должно произойти, но немножко попозже, потому что будут очень серьёзные перемены. Пока плыть к другим берегам он не может. Пока эти перемены произойти не могут. Здесь вот чётко есть какой-то период времени, это будет позже, чем вы рассчитывали, но так должно быть. И он тоже в принципе не должен торопиться. Здесь всему своё время. Здесь нужно обязательно научиться, либо уметь ждать, как он будет действовать в итоге. Страдать будет, но ничего делать не будет. Будет сидеть на ровно. Ну в принципе он правильно всё делает, здесь не нужны никакие рывки, он ждёт. Вы понимаете, что здесь нужно ждать, поддерживать с вами связь на звонках, на телефонных разговорах. Эмоции он не показывает, любовь свою не показывает, чувства не показывает, сидит ровно. Переживает, страдает, да. Потому что и повешенная четвёрка мечей. Делать ничего не будет. В принципе это и правильно. К чему это всё приведёт? Ну брака здесь по третьему варианту пока не вижу. Либо если человек в браке, то есть брак он пока не уйдёт. Но будет страдать. В ближайшее время, мы долгий период не смотрим, оно приведёт к тому, что человек осознает какую-то истину, он поймёт, осознает свои чувства, осознает свои желания, осознает вообще потребности в вас, какие у него. Примет какое-то мудрое решение, но загаданный человек по третьему варианту очень сильно переживает. Здесь такой замкнутый круг. Здесь и в принципе приезжать сейчас не стоит, нет смысла. И может быть поэтому он как-то не проявляется более ярко, активно. Потому что он понимает, что-то смысла сейчас нет, всё равно приехать не могу. Зачем я буду объяснять ей про своё желание, когда приехать-то я не могу. Четвёртый вариант. Четвёртый вариант – тяжёлая ситуация. Непосиленная ноша, тянем эти отношения, это чемодан без ручки, и выкинуть не могу, и не знаю, что с этим делать. То есть такое ощущение, что вы уже и расстаться хотите, а не можете, и сами не знаете, то ли поддерживать эти отношения, то ли не поддерживать. Видимо, вот этот шаг, который будет от мужчины, он имеет какое-то очень важное значение для вас. То есть вы, скорее всего, рассчитываете на то, что если он что-то сделает, то может быть что-то ещё изменится. Мы посмотрим. Здесь реально тяжёлая, сложная ситуация. Здесь нет контакта. Здесь, ну, в любом случае, есть какая-то преграда, стена между людьми. Челеобразные отношения. Вроде бы отношения, вроде бы они какие-то... Тут может быть нелюбовный треугольник, мы вроде бы пара, мы уже вроде бы вкладываемся в это. Но по Луне, это когда мы понимаем, что мужчина чувствует, что женщина чувствует. Вообще есть там любовь, нет там любви. Отношения у нас... Где у нас не отношения? Вообще что это такое? Что сейчас не важно? И, кстати, есть ложь, есть обман. Что сейчас не следует делать? Здесь нужно отменить свидание. Здесь реально по четвёртому варианту лучше никаких шагов не делать. Почему? Ну, потому что если чётёт какие-то шаги, нам быстрее разрушится. Сейчас вообще лучше, наверное, уйти в затишье, потому что запрет на действие. Чего не делать, действие совершать. Причём нельзя торопиться. Нельзя писать необдуманные сообщения. Нельзя... Ну, на самом деле это не важно. Вот не время. Потому что либо душевное состояние тяжёлое у партнёра, либо у вас... Ну, то есть наделаете ошибок, выпала у меня башня. То есть разрушите отношения ещё быстрее, чем... Они должны разрушиться. А может ещё и не разрушиться. Что очень важно. Так, очень важно. Если вы королева мечей, тогда это будет проигрываться... Здесь пара выпала между... Здесь две женщины. Если вы бывшая жена, то это важно. Либо если есть человека, бывшая жена, бывшие отношения, то сейчас это очень важно. Потому что мужчина заинтересован в прошлых отношениях, бывших отношениях. Если вы жена, то самое главное... Важно сохранить семью, сохранить... Если вы беременна, или вы жена, потому что императрица выпадает в таком соединении. Сохраните этот статус. Но здесь больше не вы. Вы ревнуете. Вы ревнуете, и плюс мужчина здесь идёт с любовью. Здесь две женщины. Здесь проигрывается только одна женщина в том случае, если вы королева воздушного знака зодиака. Либо вы бывшая жена, тогда это будет одно лицо. А так мужчина сейчас колеблется, или загаданный человек, он колеблется между двух женщин. Между двух женщин и не может определиться, кто его любит больше. Почему? Потому что здесь взвешивание и ревность, и запутался, и не знает, что делать. Восьмёрка кубков хочет идти в новую жизнь, хочет бежать куда-то, куда-нибудь, называется, сам не знает. Чем это всё закончится? К чему это всё приведёт? Семья, распитывая сердце. Так, здесь относительно вас. Ему нужно определиться, где он хочет быть, с кем он хочет остаться. Либо вообще, хочет ли он сохранять семью, хочет ли он сохранять эти отношения. Потому что здесь есть обман. Либо как недоотношение. Не понимаю, совершенно, что здесь есть ли у синификатора. Да, есть обман, звук на треугольник. Просто я рядом с ним не вижу женщин. Она где-то как далеко. Мужчина находится в выборе. Ещё раз. Мужчина находится в выборе. Обман в том, что он не знает, с кем он хочет остаться. Здесь есть отношения с прошлого, есть отношения действующие, настоящие. И он между ними. Я не могу сказать, кто это не индивидуальный расклад, кто где. Но здесь король выбирает. Здесь мужчина не может определиться, что ему делать. Очень сложная ситуация. Он до конца с вами не раскрывается. И там до конца точки он не ставит. Пятый вариант. Так, здесь у нас слежка. Сбор информации. Возможно, сейчас не общаетесь, следите друг за другом. Можете даже общаться, но это карта слежки, слежки, сбора информации. Если это новое знакомство, то человек просто собирает о вас информацию, интересуется вашими друзьями, вашим окружением, вашей личной жизнью. Нужно, не нужно. Вообще ему эти отношения. Подходите, вы не подходите. Подстраивается, ищет ловить на вас на ошибках, присматривается к вам. Пятый вариант. Еще может проиграться как не новое знакомство. Если вы в браке, либо если это ваши отношения, десятка кубков – это уже полноценное отношение, которое, как загаданный человек, хочет вернуть эти отношения на круги свои. Он хочет начать работать, складываться в эти отношения. Присматривается, ищет. Есть соперники, нет соперников, или вообще собирает информацию, есть ли возможность восстановить эти отношения. Вам тоже может проиграться, что вы можете искать, собирать, советоваться, искать информацию, точно так же просматривать расклады, потому что хотите понять и возвращаться вам в эти отношения, то есть сохранять ли вам отношения, которые есть, вкладываться в эти отношения, работать над этими отношениями. Поэтому ждете какого-то шага от загаданного человека. что в данный момент не важно не важно то что вы на расстоянии вообще тут не имеет значения если вы хотите разъехаться но тут далекая звезда с миром это разные страны это за границей то есть что сейчас не важно не важно что вы находите на расстоянии с дамой пентаклей все равно женщина состоящую уют комфорт жена либо постоянная партнерша поэтому взял на таковой остается либо если вас общение по интернету в данный момент только потому что это не имеет значения но все равно вас видит женщины для серьезных отношений так что у вас для вас важно в данный момент важно понять нужны ли вам эти отношения потому что вам в этих отношениях грустно и скучно то скрип тоска зеленая вы сами не понимаете нас карта коса сам дурак вы видим их тяните уже тяните не первый раз возвращаетесь либо если даже новое знакомство то же самое вы понимаете что грусть тоска болото скукотище вы периодами вообще не общаетесь можете общаться можете не общаться либо как-то их восстановили на победа любой ценой что с этим дальше делать я не знаю потому что здесь уже действительно так грусть тоска я уже ничего не хочу не знаю что с ними делать и куда дальше идти какой шаг будет делать загаданный человек никакой он тайна как-то наблюдает за вами он ждет от вас каких-то шагов многих может да здесь мужчина спросил кто может получает тайное наслаждение ой так с кем-то переписывается тайна либо тайна следить за тем как может здесь тоже слежка здесь все молчат никто ничего не делает женщине скучно тоскливо просто вот болото ничего не хочет больше тянуло тянуло эти отношения теперь не знаю что с ними делать мужчина тайна наблюдает возможно тайна с кем-то переписывается но я об этом не спрашивала удовольствие нет ничего делать не будет даже ему как и удовольствие с вами не хочется вообще в таком соединении сказать что изменяет нет не изменяет переписываться может только здесь как человека поставил паузу над своими удовольствиями вообще вот в глубоком соединении слева в глубоком смысле это как человек отказывается удовольствие уходит принимает какой-то сан определенный потому что это отсутствие секса пауза в удовольствиях пауза это же карта монашки это карта монашки отречения чему это все приведет такое одиночество вдвоем в отношениях на расстоянии еще ему это все приведет но здесь женщина будет решать женщина понимает что сейчас не время для того чтобы выйти победителем из этой ситуации нужно подождать здесь нужно сделать подушку безопасности соломку подстелить чтобы идти дальше но здесь будет женщина решать женщина будет делать какие-то шаги она красиво выйдет из этой ситуации потому что она будет действовать на будет действовать в собственных интересах так как ей выгодно так и удобно она четко понимает что сейчас не время как дороги не открылись ситуация не так возможно еще выгодны эти отношения но здесь будет действовать женщина к чему бездействие загаданного человека придет к тому что женщина сделает так как ей нужно и с выгодой для себя такие все были интересные варианты смерть на обороте почти у всех будет трансформация серьезнейшее ближайшее время в отношениях капитальный ремонт отношений всего доброго и до свидания